Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня». За режиссёрским пультом Мария Сунхалырова и Николай Слепцов у микрофона ведущей Саргалана Антонова. С 1 по 5 марта на площадке Центра знаний «Машок» прошёл всероссийский семинар-совещание по реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Более 200 региональных муниципальных координаторов из 89 регионов страны и специалистов ресурсных центров и федерального офиса «Росдеццентр» проекта «Навигатор детства» встретились в Пятигорске для того, чтобы определить главные векторы развития образования и воспитания в нашей стране. В год семьи, который, как вы знаете, объявлен президентом страны, огромное количество программ направлено именно на совершенствование системы воспитания и укрепление традиционных семейных ценностей. Об этом и не только. Сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это руководитель ресурсного центра «Навигатор детства» Нергуяна Владимировна Макарова. Добрый день. Добрый день. Специалист по проектной и программной деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения «Росдеццентр» Вера Николаевна Павлова. Добрый день. И специалист по методическому сопровождению Виктория Васильевна Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Сахана» и на волнах нашего радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы адресовать Нергуяне Владимировне. Сколько человек на сегодня объединяет проект «Навигаторы детства» в нашей республике и в целом по России? И, конечно, хотелось бы знать об итогах вашей работы за эти прошедшие полтора года. Добрый день. Ресурсный центр «Навигаторы детства» у нас в республике был создан в 2022 году. И получается, мы сейчас в проекте полтора года. Всего задействовано в проекте 760 советников. И оригинальная команда составляет вместе с ресурсным центром и муниципальными кураторами 813 специалистов. То есть мы сейчас огромная команда специалистов по воспитанию, которые работают в 598 школах нашего региона. И получается, за полтора года работы, если первый год мы создавали команду, занимались в общем командообразованием, делали первые шаги по внедрению оригинального компонента, например, по внедрению оригинальных инициатив, то сейчас мы уже работаем над совершенствованием методической работы, которая у нас ведется во всех школах республики. И, конечно, вот проект сейчас уже задает векторы развития воспитательной среды в наших образовательных организациях, я бы сказала так, потому что сейчас наши курсы, наши семинары уже интересны не только советникам, но и всем специалистам в области воспитания. Как было в Алданском районе, например, мы выезжали туда методическим десантом буквально вот две недели назад. И востребованность была очень большая, там приняли участие около ста классных руководителей, советников директора по воспитанию, заместителей директора по воспитанию и руководителей образовательных организаций. Поэтому считаем, что мы уже перешли стадию, начальную ступень развития нашего проекта. И хотела бы отметить, что проект развивается, и отрадно, что администрация президента нашей страны сильно поддерживает проект. И послание главы нашего государства прозвучало, буквально недавно тоже прозвучало, что советникам будет дополнительная выплата в размере 5000 рублей. Радостное такое событие. Не только классным руководителям, но и советникам. И помимо этого, тоже 8 марта администрация президента Российской Федерации поручила подготовить проект, национальный проект, направленный на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-народственных ценностей. Поэтому я думаю, что в этом проекте обязательно будут советники. Ну что же, мы действительно видим, что вот этот проект «Навигатор детства» успешно внедряется. Что показал опыт появления такой новой должности в школах советников, директора по воспитанию? Что, например, руководство школ говорит по этому поводу? Ну, конечно, на первых порах было трудновато, честно скажу, да, потому что должность новая. И часто путали с должностью вожатого, потому что она очень похожа на должность вожатого. Но советники у нас реализуют государственную политику в образовательных организациях. То есть они реализуют государственные инициативы, разговоры о важном, не единых действиях проводятся в наших школах по календарному плану воспитательной работы. И сейчас советник уже стал эпицентром воспитательной работы. Он работает не только со школьниками, но и с родительским сообществом, и с педагогами. Поэтому мы видим результаты своей работы. И об этом подробнее расскажем еще дальше. Хорошо. В дальнейшем нашем разговоре, да? Ну, прежде чем мы начнем говорить о том вообще, как происходил семинар-совещание в Машуке, да, хотелось бы несколько слов услышать о самом центре знаний, да, что он собой представляет и вообще какую роль играет в развитии института наставничества в России. Ну, Машук — совсем молодой образовательный центр. Он работает круглогодично. И за год он охватывает 10 тысяч человек и проводит 30 смен. Не только для советников-директора, конечно, но туда приходят все специалисты сферы воспитания, управленцы. То есть это такая большая площадка, где есть все условия для обмена опытом. Там и амфитеатр, очень хорошее общежитие, там залы такие классные. И хотелось бы, конечно, чтобы такой центр был и в нашей республике, чтобы мы могли без проблем приглашать на наши курсы, например, советников-директора по воспитанию. Но такой опыт у нас был. В Сосновом Бару мы проводили зимнюю школу навигаторов детства первый год. И было очень плодотворно, я бы так сказала, потому что буквально люди жили на смене и круглые сутки были задействованы в этой образовательной программе. Хорошо. Кто стал участником совещания в Машуке? Кто сюда приехал на этот раз? В Машук приехали команды ресурсных центров со всех 89 регионов нашей страны. В том числе мы принимали участие с Верой Николаевной. И команда ресурсных центров — это не только специалисты, но и муниципальные кураторы, были и советники, ну, делегации. В общем, с нашей республики мы приняли участие вдвоём. Хорошо. К Вере Николаевне теперь обратимся. Вообще, какие цели, задачи были поставлены на этом совещании? Ну, у нас семинар совещания в целом проходил под реализацией федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». И он проходил с 1 по 5 марта, да. И организаторами являлись Центр знаний Машук совместно с Российским детско-юношеским центром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. И в ходе программы, да, мы, конечно, прошли очень много, вот 5 насыщенных наших дней самых ярких, да. И, конечно, в рамках этой программы было проведено очень много лекций, да. Конечно, все темы были посвящены и патриотическому воспитанию детей и молодёжи, а также ценностным ориентациям современной молодёжи, да. И, конечно, вот первая наша лекция, да, это мониторинг ценностных ориентаций молодёжи, да. Там, конечно, был проведён социологический опрос, да, по выявлению формирования ценностных ориентаций и для родителей, и для педагогов, и для детей, да. И, например, вот если взять блок «Семья», да, то в каком вообще, насколько дети у нас контактируют со своими родителями, насколько они совместно проводят вместе время, да, и посещают вместе музеи, скажем, выставки, театры, да. Насколько они близки с нами. Насколько они близки друг к другу, да, и также насколько у них сформирована гражданская сама позиция, да, активная. Также у нас директор нашего Росдепцентра, да, Александр Сергеевич Кудряшов тоже выступил по теме вектора развития сферы воспитания, да, и, конечно, он отметил, что навигаторами детства, да, проделана очень большая работа за эти три года, да, и три года, и как раз-таки были поставлены чёткие целевые ориентиры по дальнейшей нашей деятельности, и, конечно, в завершающий день Наталья Александровна Наумова, директор департамента государственной политики по воспитанию и также дополнительного образования детскому отдыху, также тоже отметила о качественных изменениях в целом воспитательной системы. Я слышала, что в один из дней каждый федеральный округ представлял свою визитку, да, рассказывал о своём регионе, делился своим опытом работы, да, вот в презентации нашего региона что заинтересовало коллеги? Да, во второй день, конечно, день завершился таким ярким событием, да, то есть каждый федеральный округ представлял свои регионы, да, и мы тоже, вот, Дальневосточный федеральный округ, конечно, тоже представили свою визитку, да, и мы со своими коллегами из регионов Дальневосточного округа провели квиз Дальневосточной интуиции и также спели нашу песню «Дальний Восток». Мы все одели свои национальные костюмы, и, конечно, всё проходило очень на таком ярком уровне, все хлопали, все радовались, и, конечно, радовались им, ну, на ярком примере вот всех этих наших округов, да. Хорошо, у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Добрый день. Хангалаский Улус Валерий Иванович. Я вот, что хочу сказать-то, конечно, вот я поздравляю с выходом на эфир вот участников крупного совещания, вот, что проходило Пятигорский. И вот много вот сейчас вы сказали хорошего, полезного, а вот я, как военный человек, не слышу самого глазного по нашей линии, что вот можно было там, какие вопросы рассматривать, военно-патриотическое воспитание, содействие граждан, детей. Вся же президент посланий сказал, с малых лет надо уже всё, детей подготовить к военно-патриотической подготовке. Сейчас военкоматы не участвуют совершенно, засады закрыты, ну, как так-то. С этими юнормией тоже как-то не очень, мне кажется, ведётся работа. Где ведётся, где не ведётся. Кадеты одни у нас только. В каждом центре, в каждом урсном центре должны быть кадетские школы, мне кажется. Время-то, видите, какие санкции кругом, война идёт, СВО. Ну, а положение-то не одними с там весельями, не одними с лётами. А вот по этой линии, как, вот я прошу вас, что было сказано там. Спасибо большое. Елена Владимировна, есть у нас неравнодушные люди, которые действительно обеспокоены. Спасибо за вопрос. Патриотическое воспитание. Ну, конечно, военно-патриотическое воспитание является одним из направлений нашей работы. У нас есть советники, которые руководят военно-патриотическими клубами. У нас среди советников есть участники специальной военной операции. И тут хочу добавить, что сначала специальной военной операции наш ресурсный центр стал на поддержку участников СВО. Мы первыми в республике организовали благотворительный концерт, поддержку участников СВО, так как вот узнали о том, что наши коллеги добровольцами ушли на фронт. И средства мы отдали фонду Победа. И помимо этого у нас сейчас проходит уже второй год акции письма добра и талисмана добра. И получается, по ним мы очень большое количество тысяч писем и тысяч талисманов добра. Харсхалы делают наши дети в школах, делают даже окопные свечи, плетут сети маскировочные. Поэтому очень много проводится по этой линии работы. Поэтому неправильно будет думать, что мы занимаемся только распекаловкой. У нас эта работа очень сильно поставлена в военно-патриотическое воспитание. Еще есть методическая разработка по встрече школьников с участниками СВО. Эта методическая разработка уже у нас утверждена на уровне Росдецентра, запущена в школах. Поэтому школы сейчас, возможно, выходят на военкоматы. У нас подписано соглашение с фондом «Защитник Отечества». И тоже через них могут выходить на людей, которые побывали на специальной военной операции, чтобы привлечь для встреч в школах детей. Получается, люди видят, какую работу мы проводим. На нас вышли из фонда «Защитник Отечества» и предложили подписать соглашение. Так как то, что делают наши дети, пишут письма, талисманы добра, мы передаем фонду «Защитник Отечества» и Добровольческому центру. Они отправляются с посылками на фронт для наших бойцов. То есть они видят ваши инициативы, уже сами заинтересованы в этом и подписали даже соглашение. Да, и таких общественных организаций очень много, которые на нас выходят. Николана Владимировна, я знаю, что вы во время семинара совещания провели мастер-класс об особенностях формирования национального компонента. Это, наверное, присуще не для всех регионов, а очень важно именно для нас, как для национальной республики. Ну, это очень хороший вопрос, потому что, когда мы начинали работу, это был запрос от общественности, от родителей, от педагогов о том, чтобы мы работали не только по федеральному плану, но чтобы у нас был оригинальный компонент. И мы взяли за эту работу. Конечно, не сразу всё получается. В этом, конечно, нам очень помогает детское издательство КСКИ, наш партнёр, который разработал циклы внеурочных занятий разговора о важном на родном языке. То есть национальные школы у нас проводят разговоры о важном на родном языке. И помимо этого у нас разработано 8 концепций нееденных действий по национальным праздникам нашего народа. Получается, они введены в федеральный план работы. И вот разрабатывая концепции, Вера Николаевна как раз сидит рядом. И, конечно, это очень близко получается к нашим национальным устоям, потому что, конечно, мы понимаем, что мы национальная республика, мы должны сохранять свою идентичность, наш родной язык. Поэтому, думаю, для коллег было интересно узнать, в основном из регионов с национальным языком, с национальных республик было интересно. Например, Тува очень заинтересовалась, республика Алтай заинтересовалась нашим региональным компонентом. И в этой связи мы являемся, можно сказать, пионерами в этом направлении. И вот буквально тоже в декабре наш советник за то, что она проводит разговор о важном на родном языке, была удостоена номинации на Всероссийской детской премии новой философии воспитания. Так и с Келяна Петрова из Маинской школы Мегна-Кангаласского района она получила номинацию «Разговор советника». Это тоже наше достижение, можно сказать. Очень важное. Да. Добавим. Виктория Васильевна, вот как мы знаем, этот год у нас объявлен годом семьи. А вот какие формы работы и взаимодействия с родительским сообществом получили наиболее широкое распространение? Вот смотрите, у нас с начала года запущен, Министерством труда и социального развития запущен план года семьи. И в рамках этого плана мы провели стратегическую сессию, которая называется «Навигация детства в год семьи». Вот эта стратегическая сессия, она охватила порядка ста человек, скажем так. Это общественники, это и директора, заместители директоров общеобразовательных организаций, в том числе и СПО, скажем так. Но самое главное, что в этой стратегической сессии приняло участие родительское сообщество как раз-таки. Поэтому по итогам этой стратегической сессии мы приняли резолюцию. В резолюции было также сказано, что многие из наших участников хотели бы видеть, чтобы в школах были внедрены разговоры о важном для взрослых, для родителей. И в этой связи мы, конечно же, провели опрос, который у нас называется «Связанный с изучением отношений родителей и детей к ценностям крепкой семьи», а также с необходимостью внедрения разговоров о важном для родителей. Мы этот опрос запустили в феврале месяце, и по итогам него 100% муниципальных районов, городских округов приняли участие. Родители, скажем так, родители были респондентами, охватили порядка 11 тысяч родителей. И, конечно, да, анализ мы уже провели, и 80% из этих респондентов, они, конечно, выступают за проведение разговоров о важном для родителей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы запустить методические разработки, но чтобы, конечно, у нас разработки появились, мы их собираем у наших советников. Собираем наших советников, и уже буквально через неделю у нас будет запущен новый конкурс по методическим разработкам из опыта работы советников, который называется «Лучшая работа с родителями». И там есть как раз номинация «Разговор о важном для родителей». Посмотрим на сценарии, как видят наши работники, как это провести и так далее. Возможно, будут какие-то корректировки с нашей стороны, и потом уже будем это презентовать и на другие регионы. Очень интересно. А мне вот интересно было бы узнать, как родители сами отнеслись к тому, что было проведено такое анкетирование. Интерес какой-то проявили? Да, конечно, они приняли участие. Конечно, были и люди, которые не принимали, но всё-таки они участвовали в этом. Были и негативные отзывы, но самое главное, что большинство родителей ответили утвердительно, поддержали наш проект. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу и после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И наш разговор сегодня посвящён работе регионального ресурсного центра «Навигатор детства». Я напомню, что он работает с сентября 2022 года, всего полтора года, но за этот срок его сотрудники успели проделать очень большой объём работы. Итак, какие проекты на сегодня реализованы, с какими ещё новостями к нам пришли сотрудники центра? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с гостями нашей студии. Я напомню, что это руководитель ресурсного центра «Навигатор детства» Ниргуяна Владимировна Макарова, специалист по методическому сопровождению Виктория Васильевна Николаева и к нам присоединилась ведущая эксперт центра Лена Николаевна Гермогенова. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НБК «Саха» и на «Волнах Тетима-Радио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066, 32 1166. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Что интересно, на днях на одном из ваших мероприятий будет презентован один из результатов вашей работы. Это сборник «Приоритет воспитания». Я знаю, что скоро состоится его презентация, а пока мы первые можем показать его зрителям. Давайте это сделаем. И расскажите, пожалуйста, вообще, что это за сборник, каково его содержание, какие разделы можно в нём увидеть. Пожалуйста. Мы рады представить сегодня наш сборник. Значит, нашим оригинальным ресурсным центром это первый сборник издан. Называется «Методический сборник материалов из опыта работы советников, директоров по воспитанию, взаимодействия с детскими общественными объединениями». Называется так «В приоритете воспитания». И вообще этот сборник является результатом первых лет деятельности нашего ресурсного центра. Он у нас, значит, издан по инициативе нашего руководителя Макарова Неруяна Владимировна. Она является и нашим как бы идеальным вдохновителем, скажем так. И почему вообще мы пришли к созданию этого сборника? Как вы знаете, сейчас идёт усиление воспитательной вообще сферы в Российской Федерации. Появилась новая должность «Советник директора по воспитанию». Сейчас у нас ежемесячно проводятся в школах традиционные, можно сказать, да, уже какие-то мероприятия исторические, памятные даты, дневных действий. Потом каждый понедельник разговор о важном, это цикл внеурочных занятий, да, проводится. Поэтому и не только это, но и развитие воспитательной среды. Это школьные музеи, школьные театры, спортивные клубы, очень много направлений, в том числе и добровольчество, краеведение, патриотизм. Всё это, конечно, ведётся под координацией нового нашего педагога, советник директора по воспитанию. И, естественно, мы для того, чтобы ввелась методическая деятельность, для того, чтобы наши советники каждый раз росли в профессиональном плане, мы проводим для них конкурсы. Конкурсы методического мастерства, передового опыта, скажем так, да. Конкурсы могут быть направлены на разные развития. Ну, допустим, это конкурс метод разработок из опыта работы по развитию, например, разговоров о важном школе, например, да. И после всех этих конкурсов мы собираем методическую копилку, она была у нас в электронном виде, и было решено всё-таки создать сборник. И если мы откроем этот сборник, мы увидим здесь порядка 79 статей наших педагогов, в том числе и заместители директоров принимали участие в нашем сборнике, и классные руководители, которые реализуют проект «Орлята России» в начальных школах. И количество авторов статей — это 89 человек, потому что есть и авторские статьи, есть и статьи и завуча, и советника. Вот смотрите, какая коллаборация. Потому что всё-таки тут идёт работа штабов, воспитательная работа, куда включаются все педагоги. Если мы посмотрим на содержание сборника, то здесь есть два больших блока. Первый блок — это нормативно-правовая база, которая регламентирует деятельность советника. Вообще, да, сюда мы включили информацию об актуальных исследованиях, мнениях представителей научного сообщества. Также есть список нормативно-правовой базы. Есть второй блок, который называется «Методический портфель по развитию воспитательной среды». Посмотрите, вот внутри очень много разделов в этом методическом портфеле. Например, школьный театр, школьный музей, спортивный клуб, медиа-центр, центр детских инициатив, добровольство, профилактика правонарушений, краеведение. Потом очень ценным здесь является то, что мы включили региональный компонент при реализации цикла внеурочных занятий и разговора важных, внееденных действий, потому что у нас очень много национальных школ, конечно же, да. Есть очень много авторов, и на якутском языке у нас есть статьи в том числе. Вот, и каждый раздел, значит, наши педагоги представили в виде статьи с приложениями. То есть можно найти сценарии, можно какие-то готовые проекты найти, игры, например, да. И поэтому это будет полезно для начинающих советников прежде всего, и вообще и для других педагогов также будет полезно. Ну, действительно, очень содержательный сборник. Вот вы сказали, здесь есть и правовые аспекты, да, и методические наработки, и детские общественные объединения. А ещё, на ваш взгляд, кому может быть интересен такой сборник? Ну, кроме, мы говорим, помощников, директоров по воспитанию. Мне кажется, это для любого классного руководителя, в принципе, интересно будет. Даже для студентов, например, это для них уже будет практический опыт. Да, для среднего профессионального образования тоже будет интересно, потому что у них тоже появилась эта должность, советник-директор по воспитанию. Естественно, и для завуча будет интересно, и для классных руководителей, для кураторов групп. Да, поэтому этот сборник у нас, скажем так, был презентован и на Всероссийском совещании патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Вот Нюргаяна Владимировна показала и нашёл отклик у коллег из других регионов, и прежде всего у нашего методического сообщества из ОЗД-центра. Ну, очень ценный, мне кажется, действительно сборник получился. Где, например, можно будет его получить, приобрести? Или вот вы сказали, что скоро состоится презентация. Что это за мероприятие у вас будет? Да, у нас через неделю, скажем так, планируются курсы повышения квалификации для учителей начальных классов, которые реализуют программу Орлята России в национальных школах. И там у нас будет первая презентация, потому что тут есть раздел Орлята России, мне кажется, будет для них также интересно, полезно. Мы там презентуем. А насчёт тиражирования, да, мы сейчас работаем с нашими советниками, с муниципальными кураторами проекта «Навигаторы детства», чтобы в первую очередь получили, конечно же, школы, эти сборники, чтобы в каждой школе был этот сборник библиотеки. А потом уже по мере запросов, конечно, мы будем распространять. Пока маленьким тиражом выпустили. И можем сказать, что ищем спонсоров. Может быть, кто-то видит нас в прямом эфире и поспособствует большему распространению нашего сборника, потому что школ у нас много, а мы выпустили пока только 100 экземпляров. Может быть, в электронном виде было бы проще, например, издать? В электронном виде, да, в электронном виде потом уже будем, наверное, распространять, потому что, ну, как у педагога с большим опытом работы, я за свою педагогическую деятельность выпустила три методических сборника из опыта своей работы. Я учитель якутского языка в прошлом. И поэтому, ну, есть пословица же, да, «Сорул дубут сорул ватте», якутская такая пословица. Поэтому это уже история, потому что, ну, это опыт работы наших советников данного времени, данной эпохи, и, возможно, будущие поколения будут уже читать наш сборник, нашу книгу и иметь представление, чем мы занимались в 2024 году, как мы реализовали этот проект. Поэтому, я думаю, лучше в бумажном виде распространять, чем в электронном. Потому что электронных книг очень много. Настольная книга советника, скажем так. Хорошо. Я надеюсь, что продолжение будет такого сборника, ведь учителя продолжают работать, методических разработок, я думаю, у вас увеличивается с каждым разом. Да, обязательно, потому что это выпуск первый, можно увидеть на обложке, да, и второй выпуск мы уже будем готовить через полгода. По итогам тоже наш конкурс, по итогам года детства, года семи, обязательно выпустим второй сборник. А потом ещё у нас осенью планируется большая научно-практическая конференция, первая как раз, да, по итогам которой работа будет включена во второй выпуск этого сборника. Ага, я смотрю, у вас очень насыщенные, прямо идут календарные события, одно мероприятие за другим, да. Ну и ещё одна очень интересная новость, да, интересные события. Я знаю, что часть вашей команды приняла участие в ярком событии года на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. И я напомню, что это было около 20 тысяч российских иностранных молодых лидеров из самых разных сфер жизни. Это и бизнес, медиа, культура, наука, спорт и так далее. Ну, я думаю, лучше предоставить, наверное, слово самому, непосредственно участнику этих событий, Елене Николаевне, участнице этих событий, да. Давайте попросим вас поделиться своими впечатлениями от этого фестиваля. Что это было за событие? Ага, спасибо большое. В общем, Всемирный фестиваль молодёжи, вот как вы сказали, проходил на федеральном территории Сириус с 1 по 7 марта в самом южном городе нашей России, в городе Сочи. Вот, хочу немножко начать с приёма заявок. Ну вот, в прошлом году, в ноябре, был объявлен приём заявок на этот фестиваль, и мы с коллегами без сомнений и колебаний начали подавать заявки. Прошли вот все этапы отбора, и с волнением ожидали результатов данного отбора. И из нашего федерального проекта попали 4 сотрудника. Это у нас в качестве волонтёра Чинякина Екатерина Эдуардовна и советники директоров по воспитательной работе Герасимова Алина и также Елизавета Жиркова. А так, всего из Якутии было подано более 800 заявок. Ой, как много. Да, это очень много. И из этих 800 заявок были отобраны 63 участников, то есть молодых лидеров, общественников, активистов до 35 лет. То есть вам пришлось пройти такой очень серьёзный, тщательный отбор, прежде чем стать участниками такого яркого события. Да, ну если кратко рассказать насчёт отбора, то первый этап это у нас было заполнение портфолио, там, где мы должны были прикрепить все наши достижения, рассказать про себя, про самые такие хорошие качества, ну вот каждого участника. Второе это написать эссе с сочинением на тему, что мы ожидаем от этого фестиваля. И третье, это самое сложное, это мы должны были ответить на три вопроса, записать видеоинтервью и отправить на федеральную дирекцию. Это уже очень тяжёлое испытание. Да, это было самое трудное. А так, если рассказать про свои эмоции, то фестиваль, он оказался самым такой большой площадкой для взаимодействия с молодёжью всего мира, всего мира, которые прям жаждут развивать именно свою страну, которые действительно являются патриотами своей страны. И это очень круто. И это очень-очень мотивирует. И даже лозунг в фестивале был такой, что везде было написано то, что смысл в каждом из нас. Но если подумать, да, то действительно это так. Вот. И ещё, если рассказать, вот у нас ещё был стенд. Да-да, вот я слышала, что у Якутии был собственный стенд, павильон, да, где проходили очень интересные события. Да, у нас был павильон, в котором были представлены наши национальные костюмы, наши национальные игры, хаблык, хамска, даже вот тусту, хабсагай, всё это у нас было. Тут умергир даже было. И ещё были настольные игры, национальные украшения. И вот каждый участник, прям старались вложить душу, чтобы представить свою Якутию. И вот от нашего проекта вот мы с коллегами представили национальную мозаику, национальные пазлы, которые олицетворяют именно национальную нашу утварь, наши якутские узоры. И эти пазлы, вот, к нам же ходят гости. Каждый день с утра до вечера приходят гости, и прям с азартом прям собирали эти пазлы. Вообще, это было очень-очень круто, очень здорово. Вообще, даже до сих пор эмоции, прям энергетика вот так вот веет везде и всюду. Ну, как-то так. Очень яркие впечатления. А вот какие еще мероприятия, фестивали запомнились вам больше всего? Ну, самыми такими основными мероприятиями стали выступления наших спикеров, то есть спикеров международного уровня и также, ну, вот, российского уровня, такие как выступления Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева, также выступали такие актеры, как Бурак Асчевит. Вот, некоторым нашим участникам посчастливилось попасть. Увидеть звезду турецких сериалов. Да, пообщаться. Даже некоторые наши участницы вот задавали ему вопросы. Даже мы его пригласили в Якутию. Вот, конечно, будем надеяться на это. Мы его пригласили именно в наш национальный эсэх, эсэх Туймады, а также на эсэху Лунхо и ждём ответа. Вот так вот. Хорошо. Ну, и на ваш взгляд, вообще, каково значение проведения вот такого масштабного фестиваля, да? В нём принимали участие, вот, как мы знаем и как вы рассказываете, иностранные молодые лидеры самых разных сфер, да? Вот, что они смогли узнать о нашей молодёжи, о жизни в нашей стране? Вообще, для чего проводился такой фестиваль? Ну, вот смысл этого фестиваля, он, он очень огромный и такой масштабный. Это надо прям сидеть и прям чувствовать. Это ощущается только там, на фестивале. В общем, вот приехали все уникальные люди, и ты общаешься с этими людьми. Даже если, ну, вот, люди, некоторые вот на английском разговаривают, ну, на базу, ну, на невысоком уровне, скажем так, да? Но всё равно человек, друг друга всё равно люди понимают. Нам даже давали вот такие вот разговорники маленькие. Ну, чтобы разговаривать, обмениваться. Чтобы общаться. Да, чтобы общаться. И вообще смысл в том, чтобы, чтобы наша молодёжь понимала то, что мы действительно едины, и то, что мы действительно должны работать и развиваться во благо нашей страны и нашей малой родины Якутии. Ну, это действительно здорово. Спасибо вам за то, что пришли, поделились своими впечатлениями. Ну, конечно, хотелось бы буквально два слова о ближайших планах. Ну, планов очень много. Про некоторые мы рассказали. О том, что у нас будут реализованы разговоры о важном для родителей. Будут курсы, ближайшие курсы у нас для учителей начальной школы. И, кстати, хотела отметить Якутскую городскую национальную гимназию, которая у нас занимается переводом на якутский язык программы «Орлят России». Они готовят буклет и его презентуют на этих курсах. И 15-го мы планируем телемост с Республикой Крым. У нас это будет учреждение СПО, Крымское художественное училище и колледж наших креативных индустрий встретятся в формате телемоста и обменяются опытом, и произойдет обмен культур. И наши даже готовят подарки. Здорово. Ну, что же, вот на этой очень интересной ноте мы и завершим наш разговор. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергей Лана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова